Заместитель председателя правительства Приморья провел рабочую встречу с генеральным консулом Китая во Владивостоке Пяо Ян Фань. Стороны обсудили увеличение объемов транзита грузов из КНР в регион, организацию банковских платежей и работу китайских инвесторов в крае. Мы не можем не быть обеспокоены текущей ситуацией по платежам. Мы понимаем, что с чем это связано. Для нас, конечно же, очень важно помнить, что это взаимовыгодное сотрудничество. И, учитывая наше внешнее стратегическое партнерство, нам важно, чтобы наши бизнесы как можно скорее решали эти вопросы. Второе – это, конечно же, китайские интересы, интересы китайских инвесторов в Приморском крае. Если таковые есть, а мы о них можем не знать, мы будем рады помочь, подсказать, в том числе в переработке, в том числе в логистике, в других отраслях, которые могли быть интересны вашим гражданам. Во время встречи генконсул КНР отметил, что за прошедший год китайско-российские отношения вышли на новый уровень. Единственное мнение в том, что за истекший год китайско-российские отношения по всем азимутам вышли на новый уровень, как по политическому доверию, так и по нашему деловому сотрудничеству, так и по, скажем, людским контактам, по нашим контактам в гуманитарно-культурной сфере, так и по нашему международному взаимодействию. Конечно, это очень важный стабилизирующий фактор для международной ситуации. Напомним, ранее Приморье признали регионом лидером России по продуктивности взаимодействия с Китаем в сфере строительства зданий, судостроения и растущих объемах китайских инвестиций. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.